когда мы думаем о вызовах мы обычно думаем о наших вызовах которые есть здесь в украине пастор джон я думаю что каждый кто есть здесь и слушает нас хотел бы услышать от вас ваше понимание и оценку того что происходит в украине и возможно слова ободрения которые у вас есть для верующих в украине и не только в украине но и россии прежде всего я хочу чтобы мы поняли то что происходит у вас в украине в этом нет чего-то особенного почему потому что мир всегда проходит через подобные времена и наверное прошло 80 лет когда завершилась вторая мировая война и началась вот эта война между россией и украиной скорее всего это самый длинный период времени когда отсутствовала война в европе и конечно мы знаем что зло оно будет давать о себе знать или в геополитике или просто в каких-то других вопросах например экономических но господствующий в этом мире князь этого мира он убийца поэтому это типично для сатаны вести себя так иисус сказал будут войны и военные слухи народ восстанет против народа то есть это обычный ход истории но я хотел бы добавить к этому нечто важное и это то что мы называем божий суд друзья мои когда у нас есть безбожные люди руководимые безбожными лидерами нас всегда будет преследовать божий суд я просто хочу чтобы мы понимали что нет ни одной нации у которой есть уникальное право процветать и жить в мире и если это действительно происходит это происходит потому что бог удержал свой суд против этой нации и его народа вопрос не в том почему бог допустил это чтобы это произошло вопрос в том почему это не произошло раньше потому что плата за грех это смерть и суд поэтому нам нужно понимать как действует сатана в мире и как действует божий суд я хочу привести пример нашего народа как иллюстрацию и сая сообщает нам что бог говорит народу израильскому я дал им лидеров в своем гневе мы понимаем что все лидеры они поставлены богом бог может дать лидера в своей милости благоугодного приятного или он дает лидера в своем гневе и люди в соединенных штатах сейчас задумываются как это возможно иметь таких некомпетентных и таких неразумных лидеров которые у нас есть сейчас и я думаю что это как раз иллюстрация того что бог дал нашей стране лидеров в своем гневе это суд над соединенными штатами помните послание римлянам первая глава говорит о том что бог предал их познав бога они не прославили его как бога поэтому в своем богохульстве они восстали против бога и бог судит их римлян первая глава говорит о том что бог активно перевернул их разум чтобы они делали это я бы сказал что это нечто неприличное в интимном понимании 50 лет тому назад в америке произошла так называемая сексуальная революция и америка стала распущенной порнографической страной римлянам 1 глава далее говорит что бог перевернул их разум так что они делали непристойное мужчина с мужчиной и женщина с женщиной поэтому мы имеем то что в америке сначала произошла сексуальная революция а далее она превратилась в гомосексуальную революцию и это длится уже 25 лет она захватила всю страну она контролирует весь перевернутый ум мышление общество и потом есть третий шаг мы читаем что бог не только отдал их в эту сексуальную революцию далее в гомосексуальную революцию но затем и третий шаг это полностью полностью перевернутый разум можно сказать так и это то где мы сейчас находимся когда ты можешь быть мужчиной и говорить что ты женщина это что я хотел сказать это то что последний шаг когда бог покидает нацию народ или страну это он оставляет их в их безумии то есть то что происходит сейчас в нашей стране это полное безумие в том понимании что люди не хотят отличать правду от лжи они не желают этого потому что сейчас в стране заполонило это желание многих молодых людей менять свой пол они хотят менять свое тело физически мужчины хотят становиться женщинами и женщины хотят становиться мужчинами и это сейчас столь распространено президент обязал каждую больницу обеспечивать такую операцию по изменению пола так что каждая больница должна иметь доступ к этому и делать это людям если они хотят происходит сейчас и то что допускают смену пола у детей родители меняют пол детям не просто где-нибудь подпольно это делается но врачам в больницах это разрешено и каждая страховая компания должна обеспечить страховкой каждую семью на то чтобы семьи могли способны сделать подобную операцию в любом определении это безумие поэтому когда я смотрю на наше государство на нашу власть я вижу божий суд согласно первой главе послания к римлянам и так братья мои и сестры я просто хотел бы глядя на то что происходит сегодня мы увидели это шире в том понимании что этот мир он всегда под руководством князя этого мира который является убийцей с одной стороны и с другой стороны это добавляется тем что бог вершит свой суд над этим миром но есть и хорошее слово утешение из писания в книге пророка малахии когда малахии говорит в этом суде бог знает тех кто его а также из восьмой главы послания к римлянам мы помним что бог сохранит своих детей